Всем привет, всем здравствуйте! Не знаю, как я надолго к вам, вот, но... Потому что уже скоро придёт Володя, уже, я не знаю, в течение 10-15-20 минут он должен будет приехать уже домой, вот, и я буду заниматься разогреванием ужина, буду что-то ещё готовить, вот, готовила котлетки вчера, вот, что ещё я готовила? Готовила картошечку, картошку, котлеты и супчик свеженький, это самое, со свининой я готовила, вот, обычно готовлю с курицей, обычно для супов я предпочитаю курицу, а для этих самых, господи, для борщей чаще всего я готовлю их со свининой, но вчера был случай исключения, вчера я готовила суп со свининой, готовила котлетки, готовила картошечку. Сегодня не знаю, что буду готовить, мы пока по лайту чисто вот сосисочки поели, там наггетсы, вот, сейчас буду ещё что-то готовить, вот, посмотрела про породу корги, совершенно не собираюсь покупать собаку этой породы. В ближайшем будущем вообще не собираюсь заводить ещё одного питомца, потому что у нас уже есть кот, у нас уже есть бубу, и я, если честно, совершенно не планирую обзаводиться большим количеством животных в доме. Я не знаю, как отнесётся к этому кот, не будет ли это влиять на какие-то его собственнические чувства, не начнёт ли он мне гадить везде, где попало, не подумает ли он, что я люблю другое животное больше, там, какие-то вот ревновать там не начнёт, не начнёт ли пакостить из этого, не знаю. В любом случае, мне, в принципе, даже тяжеловато было бы на данный момент начать ухаживать ещё за одним животным, вот, мне пока хватает кота, мне пока хватает быта и всего того, что я успеваю сделать именно с котом, плюс ко всему, я такой человек, вот, как бы мне не было хорошо, я всегда привыкла, что я должна надеяться в случае чего-то на себя. И вот у нас бывают моменты, когда, ну, например, да, вот, если муж куда-то поедет, да, вот у меня такой вот вопрос, если муж куда-то поедет, да, по каким-то делам, по работе и так далее, да, и мне нужно будет совершить, вот, как он уезжал, да, например, из Донецка, он уехал в находку сюда. И изначально мы обговаривали план, как поеду я с ребёнком, чисто вот мы вдвоём, как мы приедем к мужу, и где он нас встретит и так далее. То есть он не, ну, как бы изначально мы обговаривали то, что он приедет, нас заберёт, потом мы обговаривали, что, возможно, он приезжать, забирать нас не будет, мы сами приедем. То ли мы там будем ехать со знакомыми, которые тоже будут ехать в находку, или во Владивосток, там, часть знакомых хотела переехать в находку, часть во Владивосток, и мы как-то все вместе скооперируемся, да. У нас реально были очень-очень разные планы на эту тему, но, вот, например, да, буду я ехать, лететь куда-то в самолёте, допустим, да, на одного человека одно животное. У меня уже есть ребёнок. Могу ли я ещё на одну себя взять животное? Или только, или это не касается, или только, то есть на одного взрослого один ребёнок, правильно? И на одного взрослого одно животное. Может ли один взрослый ехать сам, лететь сам с животным и с ребёнком? Вот у меня, во-первых, такой вопрос есть, во-вторых, хорошо. Следовательно, нас только двое, я и муж, мы ни с кем больше не проживаем. Мы будем куда-то лететь, у нас будут два-три животных, допустим, а на взрослых всего двое. И на одного взрослого одно животное. Но опять же, мы с ребёнком... Короче, я вот это вот, у меня путанина. То есть не путанина, а путаница, путанина. Дедец. Я люблю придумывать какие-то странные новые слова, it's ok. В любом случае, меня пока более чем устраивает. Плюс мы живём в съёмной квартире. Мы арендуем квартиру, и кот уже ободрал здесь обои. И мы будем переклеивать обои. Муж иногда предлагает переклеить их сейчас, я говорю, нет. Только когда мы будем съезжать, пусть обои будут ободраны. Мне плевать, что о нас подумают другие люди, гости или зрители, когда увидят. Я иногда снимаю так, что, ну, это видно. Видно ободраны обои, да. Вот. То есть такими изначально они не были, это постарался кот. Я не из тех, кто пиздит своих домашних животных. Вот, да, будем что-то объяснить, потому что метод бичевания, это не метод ни воспитания, ни дрессуры животных и так далее, по моему личному мнению. Я это совершенно не понимаю, это не приемлю и так далее. И дело в том, что я не знаю, как вот, мы еле нашли квартиру с одним животным в находке, а в другом городе мы найдем квартиру с двумя, например, животными. Не знаю. В общем, меня пока что, пока что на данный момент, хотя такие мысли иногда закрадываются, более чем устраивает наличие только одного питомца. Ну, плюс ко всему, иногда бывают, конечно, мысли, да, завести еще котика, еще там собачку, там, я не знаю, хомячка, еще кого-то и так далее. Опять же, я не знаю, как в плане переездов с такими животными, да, то есть там хомяки, крысы там и так далее. Вот, в плане переездов дальних, не из города в город, а прям дальних переездов, да, как это животное будет себя ощущать и можно ли его сажать в самолет, в поезд, как она перенесет долгое путешествие на машине и так далее. Потому что мы, на самом деле, очень мобильные люди, и в свое время мы очень часто переезжали из города в город, из квартиры в квартиру, из области в область, из республики, да, из страны в республику и так далее, теперь из республики в другую страну. И поэтому я думаю, что, скорее всего, со временем мы снова начнем переезжать, вот, во всяком случае, мы еще планируем просто путешествовать, просто ездить, но пока коронавирус, и пока что наши планы откладываются. Вот, поэтому, я почему-то, мне было интересно посмотреть видео, оно у меня случайно попалось в рекомендованных по поводу собак Корги, прикольные собаки, классные, вот, заинтересовали меня, вот. В свое время Домир очень хотел собачку породы Джек Рассел Терьер после просмотра мультфильма о жизни домашних животных. Мы его смотрели в кинотеатре в Донецке, а потом посмотрели вторую часть уже здесь в находке «Я, Володя и Домирчик». Развалились на матрасах, это тот самый матрас, который сзади валяется на креслах и тумбочке, когда мы поваляемся на нем, погуляем, там, или Домир на нем что-то прыгает, скачет на этом матрасе, или мы какие-то фильмы валяемся, смотрим, бывает на диване, бывает на матрасах с кучей подушек, и я не всегда, если мы еще будем валяться, я не всегда его убираю, этот матрас, я иногда просто закидываю его на кресло и все. Я их разворачиваю друг к дружке кресла и закидываю этот матрас туда, назад, вот, поэтому иногда это можно увидеть. Если кто-то думает, что-то такое странное, это просто я туда матрас закинула, it's ok, все нормально, вот. И Домир в тот период очень захотел собаку породы Джек Рассел Терьер, но на тот момент мы жили то на съемных квартирах, то с моими родителями, и вопрос питомца нового не стоял, потому что все-таки тут больше решают мои родители или хозяева квартиры, вот. И плюс ко всему у нас там война, и мы понимали прекрасно, что у нас очень такое вот нечеткое положение, такое вот шаткое, и поэтому неизвестно, что будет с этим животным, как, чего, то есть как будут работать ветеринарки перед переездом, как мы будем переезжать. Ну, допустим, нам надо будет куда-то переехать, да, там война войдет в какой-то жестокий раж, да, снова, и, возможно, нам придется снова переезжать. Как мы будем перевозить это животное? Через таможню, через блокпосты, там, через границу, например, да, если мы поедем в другую страну, еще куда-то. Естественно, я животное не бросила бы, вот как, как это все будет происходить? Это все слишком сложное, поэтому мы решили до нашего вот мирной, так сказать, до нашей мирной жизни, до того, как вот мы более-менее станем на ноги, не заводить животных. Тогда Дамиру вот очень хотелось эту собаку, а потом я услышала от него, что он всю жизнь мечтал про кота и так далее. И вот когда я его несколько раз, перед тем, как Бубу появился в нашем доме, я его несколько раз спрашивала, кот или собака, кот или собака, думай, подумай об этом. Мы читали, смотрели много, мы думали, и все-таки ребенок выбрал кота, поэтому, поэтому у нас котик. Вот, мы сегодня отдыхаем от уроков, смотрим мульты, вместе позавтракали, вот, отправила фото и видео по ватсапу родственникам. И я услышала недавно такую мысль, что очень хорошо развивается сейчас Zoom. Я услышала такую мысль, что Zoom пользуются за границей, например, в Америке сейчас больше пользуются Zoom, нежели чем тем же ватсапом. Я когда-то пользовалась скайпом, у меня на телефоне стоял скайп. Мы созванивались с родственниками из Америки. Вот, мамин родной брат переехал вместе со всей своей семьей во Флориду. Ну, они звали переехать туда и нас тоже, но мы не переехали, потому что муж категорически не хочет жить в Америке, вот. И, как бы, по крайней мере, на тот момент не хотел. И, ну, в любом случае, у нас общий ребенок, он не хочет ехать, он у нас не отпустит, все равно, как бы, ну, как это, семья, да. То есть, и мы разъедемся, будем жить в разных странах, это дико звучит. У меня как-то так было 50 на 50. Я не знала, ехать, не ехать, ехать, не ехать. Мне вроде хотелось, потому что я вся такая насмотрена американскими фильмами, блогерами, которые вещают об Америке. Кстати, мы к ним еще обязательно вернемся. И оно такое, 50 на 50, мне вроде бы и хочется, вроде бы и колется, и вроде бы я понимаю, что возраст уже, как бы, да, на данный момент мне уже 29 лет, мне в этом году 30. Не поздновато ли что-то начинать, потому что нужно, я уже не помню английский. Ну, как бы, у меня нет уже вот тех вот знаний, которые были еще, например, когда я там училась до этого, например, там, в университете и так далее. То есть, я тогда, хотя мне тогда больше нравился немецкий, я гораздо лучше знала немецкий, и вроде бы как разговорный у меня был язык, вот, да, с английским у меня было похуже. Но, тем не менее, знаний на тот момент у меня было куда больше, я-то не практикуюсь, я не занимаюсь английским, да. То есть, я занимаюсь с ребенком, но, опять же, это вот дали книгу, да, я там с ним буквами занимаюсь, я там с ним тексты читаю, проверяю, там, то, все, и так далее. Ну, то есть, то, что в моих силах, да. Но этого недостаточно, чтобы жить в другой стране, этого совсем недостаточно. То есть, мне нужно выучить язык, у меня, ну, нет американского образования, мне нужно, я так понимаю, закончить какие-то курсы будет. У нас там ничего не будет, опять же, это страна, это другой язык, это другой менталитет, у нас там ничего не будет. Это все снова начинать заново, все снова начинать с нуля. Это так далеко, все-таки Россия, это хотя бы русскоязычная страна, да, то есть, мы переехали из, ну, можно сказать, Украины территориальной, это еще все равно остается Украина, да. Все равно это непризнанная республика ДНР, то есть, без меня меня женили, да, без нас, вот, сообразили там республику, и вот мы из нее уехали, потому что там уже, который восьмой год война, да, с 2013 года, с осени начался Майдан в Киеве, и вот эта вся история завязалась. То есть, это сколько лет? В 2013 это произошло, да. И я не думаю, что там что-то путнее будет, я не думаю, серьезно, что там будет что-то путевое, уже там нет аэропорта, уже там нет массы заводов, шахт и так далее, уже все, с чего кормился и питался Донбасс, уже этого всего нет. И как бы это плохо не звучало и странно, да, но без, вот все кричали, что вот, без Донбасса Украина не будет процветать, вот, хорошо. Здесь сейчас Донбасс, у Украины все нормально, люди там не голодают, не нищенствуют и так далее. Да, хуже стало, наверное, по материальным, вот, в плане материальном, но все-таки не настолько хуже, как Донецк, где кричали, что без Украины Донецк будет процветать, он не будет, как бы, да, что он занимается дотацией, да, Донецк занимается дотацией Киева и вообще, в принципе, все Украины. Что вся Украина кормится только за счет Донецка и так далее, и что вот без Донецка Украине будет хреново, а по факту Донецку хреново без Украины. Вот, и все в жопе. Сейчас, конечно же, обязательно набежит куча людей, которые расскажут, что я сейчас позорю Донбасс, рассказываю всякую чушь, которые, например, живут в Находке или в Питере или еще где-нибудь, и которые либо наездами в Донецке, либо вообще там не появляются с 80 каких-то лет, у меня просто уже было такое, вот, и рассказывают, что там все нормально. Ну, так и едь туда и живи, поживи там, поживи там, все там нормально. Там все хуже, хуже и хуже становится. Аэропорта нет, железная дорога в жопе, куча, завод высоковольтных линий не работает. ДК, этот самый, господи, я уже забыла даже, как он называется. Ой, завод этот крупный. ДМЗ, ДМЗ, господи, ДМЗ, который гудел раньше каждый час, вот, днем не так слышно, потому что гудешь, машины, люди, музыка там, то, сё, остановки объявляют, а ты там весь такой в движении, а ночью, вечером хорошо слышно, особенно, когда комендантский час. Вроде как его отменили, ладно. И, в общем-то, такая история, что тоже ж вроде или закрылся, или хотели закрыть, или очень вот хреновенько там в плане зарплат, в плане работы и так далее и тому подобное. Ну, в общем, хреново там, там хреново, я не помню уже, а, я за Zoom говорила. И, в общем-то, когда мы уехали в Харьков с мамой и с ребенком, когда муж нас увез, сам он остался с моими папой и бабушкой, вот. Папа на тот момент не работал, тогда только муж, вот, потом потихоньку папа снова начал работать, бабушка потихонечку снова начала работать. Вот, и, значит, мы часто общались и одно время, а, я про Америку рассказывала. В общем, тогда муж не хотел категорически, я все думала, я же насмотрена американских фильмов, как там прекрасно, американская мечта и все такое прочее. Вот, и мне вроде как 50 на 50, хотя что не хотелось, я принимала разные стороны этого момента, вот. Вот, и потом уже через время муж мне говорит, ну, если бы ты сказала, что ты прям хочешь туда переехать, вот прям хочешь, то, говорит, ну, хрен с ним, я бы поехал. Я такая, в смысле, я не поняла, я не поняла, показания меняются, а ты же сказал категорически нет. А теперь ты говоришь, теперь мы уже в находке, и ты мне спустя год жизни здесь, или практически, или спустя год, он мне говорит, ну, если бы ты хотела, говорит, ну, блин, уже шестой год пошел, с тех пор, как поступило предложение вообще туда переехать, в Америку, и ты мне такое вдруг заявляешь, то есть мы уже шесть летом, ну, шестой год могли там жить, и ты мне теперь заявляешь, типа, ну, если ты так сильно хотела, то мы могли переехать. Потом вообще, что там уже зашкварило, он начал смотреть видосы о жизни русских в Австралии, говорит, может, в Австралию переедем, там кенгуру, там тепло, там хорошо, я говорю, понятно. То есть, ну, мы такие вот шизоиды, у нас еще неизвестно, как судьба повернется, куда мы захотим переехать, где мы будем жить, потому что мы настолько оба легкие на подъем, нам вообще ничего не надо. Мы собрали рюкзак, чуй майдан, ребенка под мышку, кота под вторую мышку, и погнали переезжать куда вообще угодно. Мы абсолютно мобильные, с учетом того, что мне 29, мужу 33, и мы до сих пор абсолютно, как это так сказать, мы до сих пор абсолютно с ним, я просто сижу, думаю, а точно мужу 33, а мне 29? У меня такое бывает. Короче, о чем я? До этого не щелкнул палец, на этой руке практически никогда не щелкает, на этой бывает, что не щелкает, но чаще щелкает. Почему-то я люблю это движение, как научилась, с тех пор так и люблю это делать. В общем, мы настолько с ним легкие на подъем, и мы на этом с ним очень сильно сошлись. Если я уже рассказывала, мои знакомые, вот я рассказывала как раз видео о неработающих мужчинах, о мужчинах, которые сидят у мамки на шее, да, которые уже взрослые лбы в районе 30-35 лет, а то есть 40-45, которые сидят на шее у мамы, на шее у девушки, на шее у жены, вот, которых максимум появляется какая-то работа, это работа на лето, как у малолетнего студента, да, первокурсника, вот, который захотел своих денег, чтобы девочку по кафе водить. Вот, и дело в чем? Дело в том, что у меня также многие знакомые мужчины довольствовались малым, то есть у них уже есть жилье, у них уже есть работа, и все, им ничего не надо, они больше ничего не хотят. Они не хотят уезжать с насиженного места, они не хотят менять работу, которая даже если их не устраивает вообще по зарплате, она не приносит им материального удовлетворения, того уровня жизни, которым они бы хотели жить. Они не могут путешествовать, они живут от зарплаты до зарплаты, в лучшем случае, если без долгов, вот, и так далее. И то есть они все равно сидят на ровном месте, на жопе ровно вот сидят, все, им ничего не хочется менять в своей жизни, они никуда не хотят уезжать. При этом мы с Володей абсолютно спокойно меняем работы, меняем место жительства, меняем города, страны, квартиры, районы. Мы прекрасно все это дело меняем. Но я, наверное, немножечко тяжелее это делаю, чем муж. Скорее всего, этой мобильности, отказа от насиженности и так далее, все это пришло у меня с мужем. Как бы со временем я научилась быть мобильной, вот такой вот. Я такой раньше никогда не была, я вот тоже на насиженном месте, все. И вот эта любовь к переездам, любовь к тому, чтобы быть вот такой мобильной и ничего не надо, все, я собралась, я готова к тому, чтобы ценить меньше материальное, больше духовное и так далее. Вот, что мой дом, это там, где моя семья и так далее, вот эти моменты. Мой дом, моя родина, там, где моя семья, все. К этому приучил меня именно муж, привел меня к этой мысли. И сейчас я этим наслаждаюсь, сейчас мне это очень-очень нравится, сейчас я от этого кайфую. Вот так. Готовила недавно очень вкусную лапшу, очень-очень-очень вкусную. Муж был в диком восторге, вот. И там как-то название, надпись такая была, мама сказала. Ну, как бы дело в том, что и сама лапша была вкусная, и как бы гарнир к ней был хорош. Вот в этом же еще все дело, дело же не только в лапше. Вот, спагетти, мама сказала, написано. Вот такие, они дешевые. Они дешевые, но они очень-очень вкусные. Ну, и это же еще как приготовишь, как ты их приготовишь. Вот. Раздражает меня очень сильно еще вот у нас холодильник стоит, да. И на холодильнике есть такие вот места, вот как будто он грязный. А он просто вот, вот как будто он потемнел. Вот он не отмывается ничем там. Вот как будто он там местами как потемнел. И вот оно ничем не отмывается. Вот я драила-драила, когда мы сюда заехали. Еще потом несколько раз там, потом на Новый год, перед Новым годом я отмывала. Сейчас вот недавно отмывала. Ничего. И вот здесь еще в квартире есть местами плитка. Есть как бы пятна, которые, ну вот как потеки какие-то. То есть как будто вот жильцы предыдущие, они готовили, и это потеки вот как жира. И я не могу их отмыть, потому что я боюсь. Вот кто-то может знать, может кто-то мне посоветует какое-то моющее средство, которое вот прям разъест это, но при этом, то есть я не могу, там плитка треснула, и я не могу потереть. То есть есть ли какое-то такое средство, потому что придется плитку перекладывать. А плитку перекладывать ее надо найти в цвет в цвет, потому что запасной нет. И для хозяйки, как сказала риэлтор, очень принципиально, чтобы плитка была такая же, как вот она здесь положена в этой квартире. Вот чтобы такая плитка и была. Квартира, ну вот местами, да, плитка, плитки жопа. И я вот местами реально, и мне это неприятно, то что я не могу это помыть. То что я не могу потереть.